Рад вас всех видеть. Мне кажется, у нас сегодня невероятное мероприятие. Спасибо, что вы сегодня до нас добрались, а уж тем более дошли до нашего маленького, уютного партнерского зальчика. У меня традиционный, можно сказать, вступительный доклад про партнерский бизнес и цифры, собственно говоря, ваши цифры, про которые вы нам рассказали в нашем партнерском анкетировании, которое мы проводим, и вы, спасибо вам большое, очень стойко заполняете нашу огромную анкету. И, конечно, большое вам спасибо за это, потому что помимо тех цифр, которые я озвучиваю на мероприятии, которые вам, безусловно, интересны, вы даете нам очень много обратной связи, в том числе в виде различных комментариев, оценок и других вопросов, которые для нас очень важны. Мы зачастую принимаем довольно важные решения именно на основе этой обратной связи. Что-то у меня кликер не работает. О, заработал. Так, да, привет, это я, Сергей Кулешов. Я замдиректора один из Bittrex, и кликер почему-то не работает. Напомню, что мы принимаем от вас вопросы в формате новом, в мобильном приложении. Поэтому, если вы его еще не установили, я рекомендую это срочно сделать, Bittrex Day или Bittrex Conf, найти в App Store или Google Play и через это приложение задавать вопросы. Будем и там отвечать, попробуем озвучить здесь. Что-то сегодня с техникой прямо. Итак, что у нас происходит по заполнению анкеты? Лето, я понимаю, все в отпусках, поэтому в этот раз анкета заполнена чуточку меньше, чем в рекордный прошлый раз. Напомню, было 1316, это, конечно, огромная цифра. Но в этот раз 950, но понимаю, что летом жарко, анкеты заполнять не хочется. Но все равно выборка остается статистически корректной, на мой взгляд. У нас, безусловно, большинство анкет приходит из России, но привет передаем нашим коллегам из ближайших к нам стран, соседей, которые тоже заполняют, тоже участвуют. Мы отдельно всегда рассматриваем вопросы по отдельной стране и комментарии все изучаемые передаем, соответственно, нашим сотрудникам, которые отвечают за те или иные регионы. Ну и, конечно же, Москва, в общем, вместе с Центральным федеральным округом, как обычно, занимает большую долю в нашем опросе. Это для того, чтобы понимать, кто, собственно говоря, отвечает на эти анкеты. Ну, давайте посмотрим, что у нас происходит с компаниями. Вот это результаты прошлой анкеты, которую мы спрашивали вас зимой. И у нас в компаниях-партнерах происходило вот такое изменение по штату. То есть, грубо говоря, у 13% штат увеличивался, у 9% уменьшался, у остальных не изменялся. Сегодня у нас у большего количества, видите, плюс целый 1%, штат начинает увеличиваться. Очень здорово сократилось количество тех, кто уменьшает свой штат. Ну, видимо, немножко подуспокоились. Прошлый опрос был такой прям на пике всякого нервозного состояния. И что у нас происходит с размерами компании? Мы с вами видим, что практически изменений не произошло. То есть, грубо говоря, все остались в своем сегменте. Не произошло там резких переходов между ними. Чуть-чуть там, ну, вот единственное, что заметно, там увеличилась немножко доля тех, кто в большом сегменте от 21 до 35 человек. Так мы стараемся следить и показывать вам за целых 4 анкеты, то есть это за 2 года. Мы видим, что, в общем, все довольно стабильно здесь происходит с размерами компаний наших партнеров. То же самое примерно практически без изменений происходит с точки зрения привлечения внештатных сотрудников. Мы видим, что по-прежнему около четверти не привлекают внештатных вообще. И, в общем, очень большая часть, да больше половины, продолжают использовать внешний наемный труд в размере до 3 человек. Так, и что происходит у нас с ростом продаж по нашим партнерам? Как вы видите, 20% эта доля немножко уменьшилась. Отмечают, что продажи снижаются без изменений. То есть, грубо говоря, на нуле работает порядка 26%. Ну и довольно-таки большая доля продолжает расти, растет до 30% за, собственно, полгода-год. И есть даже те, кто, в общем, растут на большие цифры, хотя доля этих компаний немножко снижается. Но, в общем, это кажется нормальным. По прибыльности компаний. Ну, здесь, на самом деле, все не так уж плохо. Да, большинство, подавляющее большинство остается в зеленой зоне. То есть, компании все-таки высокомаржинальные. Да, мы услуги своими предоставляем. Это, в общем, нормально. С 40 до 40 и 50 и больше процентов маржинальности нам показывают наши партнеры. Ну, вот меньше 10 есть у четверти. Чуть больше, чем четверть. Что-то у меня кликер с первого раза не срабатывает. Или он сломан? Хорошо. Так, и еще интересный момент. Ваши прогнозы. О чем вы нам с вами рассказали в прошлый раз? Это было, напомню, зимой. Это мы с вас спрашивали, как вы думаете, что произойдет с вашими продажами в ближайшие полгода. И вот как распределились ответы. То есть, 13 плюс 35 процентов, ну, где-то половина, да, считали, что продажи вырастут. Ну, кто-то сильно, кто-то не сильно. Но, как вы видите, в то же время большая часть, в общем-то, были настроены негативно. Негативно. Что происходит в этом? Вот. В этом. Мы видим прям тренд положительный. Я очень рад, что сейчас позитивно. Большая часть прогнозирует на вторую половину этого года, в общем, увеличение продаж. Причем довольно большой кусочек считает, что это будет довольно хороший рост. Остаются у нас пессимисты. Ну, я надеюсь, что мы сможем вам сегодня в том числе помочь. Так. Я периодически стараюсь выдергивать различные цитаты из анкет для того, чтобы обращать ваше внимание на какие-то общие характерные черты. Возможно, вы сейчас увидите здесь свою цитату или услышите что-то похожее или близкое для себя. Был у нас вопрос, что больше всего сдерживает рост вашей компании. И вы знаете, в этот раз очень большое количество очень самокритичных ответов. Почему я это говорю? Потому что все, что я здесь выделил, это еще не все. Все относятся к личности руководителя или основателя компании. То есть, грубо говоря, вы с собой недовольны. Вы недовольны тем, как вы ведете бизнес, как вы строите финансовые отношения. Вы считаете, что вам не хватает времени на то, чтобы развивать свою компанию и двигаться вперед. Или что вы вообще двигаетесь не туда, куда хотелось бы, но почему-то продолжаете туда двигаться. Хочется сказать, что, пожалуй, вы, то есть те, кто занимается руководством и продвижением вашей компании вперед, а это именно вы, руководители, это самый важный и главный ресурс, который у вас есть. Поэтому, пожалуйста, вкладывайте, инвестируйте в него по максимуму, по максимуму того, что вообще возможно. Хватит уже жаловаться, давайте пойдем учиться, будем структурировать свой рабочий день и каждый день делать что-то для того, чтобы ваша компания становилась лучше. Это несложно. Поехали дальше. Ну, давай. По количеству проектов. Ну что ж, здесь на самом деле хорошая динамика. Количество проектов, выпускаемых компанией и партнером, постоянно растет. И мы видим, что вот этот сегмент от 5 до 9 проектов в год, в общем-то, постоянно подрастает. Очень хорошо и стабильно растет вот этот сегмент от 10 до 14. И, в общем, он уже на протяжении многих анкет и многих лет постоянно увеличивается. И это, в общем, радует. К сожалению, остается небольшой процент тех, кто вообще проектов не делает. Но я так полагаю, что это те, кто занимается несколько другой сферой. Какие типы проектов мы с вами делаем? И здесь никаких изменений не произошло. Я считаю, что это плюс-минус 1% — это некоторые флуктуации. В целом мы с вами продолжаем делать в основном сайты. Как вы видите, что самый большой сегмент — это, в общем-то, простые элементарные сайтики. Есть довольно-таки большой тех, кто занимается 22% — те, кто делают сложные корпоративные сайты. И, видите, порядка 17%, что важно, это сложные интернет-магазины. В целом интернет-магазины занимают около 40%. Это, в общем, тоже показатель. По стоимости проекта. Здесь тоже интересные данные. Мы стараемся вычислить некоторые средние показатели стоимости проекта в партнерской сети. И что мы с вами видим? Мы видим, что простые сайты в целом стоят, вы видите, 31 тысячу рублей. Даже еще подешевели. Простые магазины около 90 на данный момент. Сложные корпоративные сайты 80, сложные магазины 173, сложные уникальные проекты поднимаются уже, естественно, к полумиллиону. Но внедрение корпоративного портала Bittrex24, видите, стабилизировалось где-то в районе 100 тысяч рублей. При этом я тут вывел еще некоторые дополнительные данные о том, сколько анкет указало, что они еще выше стоимость, чем мы вообще предложили вариантов ответа. Ведь больше всего мы промахнулись в простых магазинах. 20% партнеров сказали, что они дороже берут за магазин, чем мы, в общем, предложили варианты выбора. Поэтому, в общем, магазинчики начинают еще и дорожать. По стоимости нормы часа. Тоже любопытная история. По-прежнему 22% продолжают не считать, исходя из своих ресурсов затрат, то есть не считают стоимость нормы часа. В некоторых случаях это может быть и неприменимо, хотя я считаю, что это правильный финансовый учет. В услугах только так и можно. Что мы видим? Что у нас, в общем-то, подавляющее большинство, то есть вот этот весь кусок пирога, половина находится, собственно говоря, в зоне от 600 до 1500 рублей. Эта зона потихонечку растет, по крайней мере. Вот как выглядит этот пирог, если его по времени растянуть. То есть как у нас меняется стоимость нормы часа со временем. Мы с вами видим, что у нас, собственно говоря, чем выше, тем… То есть мы постепенно дорожаем. У нас полностью исчез уже вот этот маленький менее 300 рублей. Слава богу, наконец-то тут, по-моему, уже никого не осталось. Может быть, кто-то один маленький остался. Но в целом мы видим, что картина позитивная растет. У нас почему-то стало сокращаться количество очень дорогих нормы часов. Ну вот тут вы мне, наверное, лучше ответить на вопрос, почему же так случилось. Может, самые дорогие не участвовали в опросе и разъехались по отпускам. По зарплатам. Тоже любопытная история. Сколько же мы платим с вами менеджерам? Ох, менеджерам мы с вами платим не так уж много. В основном сейчас менеджеры подорожали у нас и переползают в категорию от 40 до 60 тысяч рублей. Эти две категории снижаются, уверенно. Но, однако, в категориях от 60 и выше пока еще доля очень маленькая. Это если посмотреть на картинку зарплаты менеджера. Я напомню, мы спрашиваем про менеджера проекта с небольшим стажем от года, какую зарплату вы готовы платить. Ну и вот, собственно говоря, очевидная картина, что Москва, Санкт-Петербург здесь впереди планеты всей. Но вот обращайте внимание на свой регион, на том, какая примерно средняя заработная плата по менеджеру в вашем регионе. Здесь никто особенно не выделяется, пожалуй, только Уральский федеральный округ. Немножко ближе к центральному региону, чем все остальные. По разработчикам. Мы условно поделили разработчика на три большие категории. Это, собственно говоря, начинающий разработчик, разработчик среднего уровня и разработчик высокого уровня, то есть сеньер. Мы их так и называем тут. У нас даже сейчас в связи с новой сертификацией появилась даже более похожая градация. Ну и естественно, что разработчики высокого класса в большей своей части получают уже выше 50-60 и выше тысяч рублей. Но джуниорам пока, как вы видите, много платить не готовы. В основном платят до 25 тысяч. Если посмотреть на это в разрезе регионов, опять же, по федеральным округам, мы с вами видим, что в Москве джуниорам, в общем, готовы платить и больше. Не хочется говорить, что джуниоры езжайте в Москву, но вот так выглядит картинка. Это наши с вами средние мидлы. Также, ну, в общем, стандартная картина. Уральский федеральный округ, правда, всегда чуть-чуть лучше. Ну и, собственно говоря, старшие разработчики, самые опытные, получают в целом примерно равную, ну, за исключением там очень дорогой Москвы и Питера. На этом у меня на сегодня все. Если есть какие-то вопросы в приложении, я надеюсь, коллеги мне скажут. Если нет, если кто-то готов из зала вдруг мне задать какой-то вопрос, то давайте. Я, кажется, хорошо уложился в тайминг. Вопросов нет. Спасибо. На самом деле, хотелось бы от вас, во-первых, получать вопросы в нашем приложении, а во-вторых, хотелось бы получать, наверное, обратную связь по поводу этой анкеты. Она у нас каждый раз выходит достаточно громоздкая, и мы хотим ее как-то упростить, но пока не можем придумать как. Так, может быть, у вас будут какие-то предложения, поэтому обращайтесь. Можно найти меня или Никиту и высказать всю боль об этой анкете или какие-то пожелания. Спасибо большое за внимание. Давайте поаплодируем Сергею. Спасибо большое.